Приветствую вас на канале Орел без решки. Я нахожусь сейчас в самом древнем городе Золотого кольца Ростов-Великий. Сегодня я прогуляюсь по этому городу, посещу Успенский собор, покатаюсь на катере по озеру Нер, а также узнаю, почему в этом озере многим советуют не купаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Приятного просмотра. Гулять по Ростову я буду не один, в этом мне поможет Лидия. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашем маленьком, но великом Ростове. Наш город очень мал своими размерами, но велик своей историей. История города насчитывает уже 1159 лет, и это один из самых старых городов России. Первые упоминания Ростове относятся к тому времени, когда на Русь, на книжение, был приглашен Рерик. Он раздавал земли своим мужам. Он ему Полотецк, он ему Белоозеро, он ему Ростов. То есть под 862 годом Ростов упоминается как существующий город. Основан город был на берегу озера Нера. В то время в наше озеро впадало около 20 рек. Часть рек были судоходными, других дорог не было никаких. Это были непроходимые леса и болота. Реки летом водный путь, зимой санный. И считается, что именно благодаря торговле посредством рек город очень быстро развивался. Первые упоминания Ростове 9 век, а в 12-м Ростов упоминается уже как Ростов Великий. 12-й век, век рассвета, можно сказать, от ростовского княжества. 12-й, первой половине 13-го века. Ростове правит князь Юрий Долгорукий. Известный князь, который вошел в историю как основатель города Москва. Когда Юрий Долгорукий был нашим ростовским князем, он свое княжество укреплял и строил крепости для его защиты, такие как Кострома, Дмитров, Переслав, Юрий Польский и Москва. Москва когда-то была основана на землях ростовского боярина Степана Кучки, как крепость для защиты ростовского княжества. Полуторан веком ранее был основан Ярославль для защиты Ростова с северной стороны. Соборная площадь. Самое старое место нашего города. На этой площади ростовские князья, митрополиты обращались к народу, провожали воинов воевать. Повезет, как встречали с победой. И вы, конечно же, эту площадь видели, потому что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снимался именно здесь у нас в Ростове. С Соборной площадью связан сюжет. Когда уже Иван Васильевич отправлял конницу брать там какой-то шлях, вроде изюмский шлях, конница скакала именно через всю Соборную площадь и выезжала вот через эти пород. Ну и здесь же на Соборной площади находится наш красавец Успенский собор. Первая церковь на этом месте была построена практически сразу после крещения Руси в 991 году. Следующий храм строится же при князе Андрее Боголюбском, и это был уже Собор Белокаменный. При рытье ямы под фундамент этого собора обретаются нетленными мощи нашего перворостовского святого, святого Леонтия. И у нас практически с каждым историческим объектом связана жизнь того или иного ростовского святого. Так вот, Леонтий был очень почитаемый святой на Руси, у него у одного из немногих была рака из чистого золота. Это нарядно украшенный гроб или саркофаг, в котором хранятся мощи святого. И весом эта рака была до 120 килограммов. Находилась она уже вот в этом здании Успенского собора до начала 17 века, до смотных времен. В конце 17 века наш собор был украшен великолепнейшим резным иконостасом. Судить об этом, конечно, сейчас очень сложно. Но если посмотреть на эти нарядные деревянные украшения на столпах, на эти вертикальные колонны с виноградными гроздьями, на вот эти горизонтальные украшения, и если представить, что везде на местах креплений, а вот светло-коричневая полоса по всему иконостасу, это места креплений именно таких нарядных деревянных украшений. То есть это был очень пышный резной иконостас в стиле барокко. Находились эти украшения здесь вот до 2015 года. В 2015 году в соборе начались достаточно интенсивные такие работы, ремонтные. Была укреплена алтарная стена, вот там внизу новые балки установлены. Все эти украшения сняли, а увезли на реставрацию. А мы находимся в маленьком пределе Леонтия Ростовского. Что такое предел? Это маленькая церковь, пристроенная к церкви Большой. Вот у нее имеется свой самостоятельный алтарь, и служба здесь может проводиться обособленно от службы в Большом соборе. Теперь поговорим о нашем Ростовском Кремле, который на самом деле никакой не Кремль. Это место, где проживало церковное руководство. То есть это архиерейский или метрополичий двор. Конкретно вот эти здания, они были построены в 17 веке ростовским митрополитом Ионой Цисоевичем. А замысл Иона грандиозная. Замысл он не что иное, как построить здесь подобие библейского горного Иерусалима. Ну а еще одно творение нашего митрополита, это наша знаменитая ростовская звонница. На нашей звоннице 15 колоколов, 12 из которых именно 17 века. Самый большой колокол на нашей звоннице весит 32,5 тонны. Имя его Сысой по имени отца ростовского митрополита Ионы Цисоевича. Следующий колокол полиелейный или сладкоголосый. Весит он 16,5 тонны. Вот этот колокол, который перед нами, носит имя Леведь, 8 тонны. А самый маленький колокол на нашей звоннице, вроде он совсем колокольчик, вот там в уголочке, он весит тоже 24 килограмма, что в принципе не так мало. На уровне с собором видно, насколько мощные барабаны куполов, и насколько сами купола тоже такие громадные. И отсюда также, конечно, просматривается замечательная церковь Воскресения Господня. Это надвратный храм. Здесь располагается 5 церквей на территории. 5 церквей и 6 гражданских сооружений. И крыльцо это ведет в Красную Палату. Вот эти здания, которые с наличниками, с такими, смотрите, каменными нарядными наличниками, это здания Государевы Хоромы. Когда русские цари ехали в северные города, они останавливались у нас в Ростове, именно на территории архивейского дома. И получается, что это Государевы Хоромы были как бы путевая гостиница для русских царей. Сейчас за деревьями на реставрации находится такое желтоватое здание, трехэтажное. Это непосредственно митрополичий. Это гостинично-ярмарочный комплекс. Он у нас на 105 лавочек. А здесь располагается маленькая мастерская черно-лощеной керамики. Итак, мы находимся в действующей мастерской черно-лощеной керамики. Наша керамика изготавливается не на гончарном круге, не ручная лепка. Это так называемое шликерное литье. Красную глину разводят вот в таких вот ведрах примерно до густоты сметаны. Это называется шликер. Далее используются разъемные гипсовые формы. Гипсовые формы, они пустые практически все внутри. Они смыкаются, затягиваются вот таким вот резиновым жгутом. И внутрь из ковшика заливается жидкая глина. Гипс имеет свойство очень быстро впитывать влагу. И уже через 10-15 минут на стеночках гипсовой формы глина оседает. Когда мастер считает, что достаточно глины осела, он излишки поливает обратно в ведра. И в формах остается только то, что прилипло к формам. Вот сюда нужно посмотреть. Вот здесь очень хорошо видно, видите, в формах осталось только то, что прилипло к стенкам. В таком виде дают подсохнуть сутки, двое, трое. Потом гипсовая форма размыкается. И на свет появляются вот такие вот чудесные красноглинные изделия. Чтобы изделие стало твердым, его, конечно, обжигают. А чтобы изделие стало черным, обжигают его с коптящими дровами без доступа к воздуху. Глина материал полистый и дым настолько пропитывает изделие, что даже если откалывается вот кусочек, ушко отколото у совы, то видно, что внутри все тоже черным-черным. Это все лощение вручную. Когда изделие еще не обожженное, то есть оно еще мягкое, ну, красноглинное оно еще, его смазывают водичкой или маслом. И металлическим предметом, пластилой, натирают вручную до блеска. Чем круче поработает мастер, тем больше блестит изделие. Ну, а я хотела бы показать вам схему, по которой устроен наш город. Екатерина II, она приезжала к нам в Ростов, и ей совершенно не понравилось, как он устроен. И она велит разработать для города так называемый план регулярной застройки. Вот он перед вами. Вокруг Архивейского двора должны были находиться только каменные дома. Мы оглядываемся и видим вокруг нас только каменные дома. Это должны были быть магазины, лапки, конторы, частных жилых домов с хозяйством. В центре города быть не должно. Все жилые дома, а вокруг Архивейского дома жили самые богатые ростовские граждане, они должны были свои дома разобрать и переехать достаточно далеко от центра города. За улицу Окружную. Улица Окружная начинается у озера. Полу кольцом охватывает в центральной части города и заканчивается у озера. И жилые кварталы у нас это то, что выкрашено коричневым цветом. А сам центр города ограничивается вот такой вот необычной фигуркой. Вот она темно-зеленого цвета. Вот необычная фигура темно-зеленого цвета, это и есть наш настоящий Кремль. А наши оборонительные сооружения выполнены в виде земляных насыпных валов. Эта перестройка города осуществлялась в основном за счет ростовских купцов. Первыми на призыв властей перестраивать город откликаются три брата Емельяновых. И вот вы совершенно правильно снимаете, вот это вот Емельяновские торговые ряды. Вот весь тот город, который мы смотрели с вами на схеме, он совсем-совсем у нас небольшой. Он весь практически вот здесь перед вами. Вот за этим желтым зданием с арочными окнами мы уже видели крепость, то есть границы центра города. Значит, в ту сторону, если мы пройдем метров 150, граница города. За деревьями вот здесь в 30 метрах тоже самая крепость. И если вот развернемся, здесь вот за этим желтым зданием тоже находится крепость. То есть вот центральная часть вся перед вами. А вот эта небольшая улочка, это наша пешеходка, буквально на 100 метров. Это наш такой вот пешеходный арбат. Вот это здание в таком плачевном состоянии находится. Это, конечно, наша большая печаль, потому что это здание бывшего театра нашего города. В 1911 году обычное здание было перестроено под театр. Это было очень красивое здание. Большая мраморная лестница вела на второй этаж. Хорошая сцена, балкон, билетаж. В 90-1995 году закрыли наш театр на месяц на ремонт. И больше здания уже не открывалось. А вот в прошлом году уже в пандемии в здании произошел пожар. И оно вот так вот выгорело. В Ростове, я так понимаю, в основном это храмы, соборы и озеро. Это православный центр. Еще, вы знаете, одна часть жизни Ростова, это, конечно, наше ростовское купечество. Ведь город, который мы любим сами, который мы показываем туристам, это город, оставленный нам ростовскими купцами. Когда поляки очень серьезно навредили Ростову, на уровне царя принимается решение, что город надо укрепить. И к нам из Голландии вызывают архитектора Яна Роденбурга, который строит крепость совершенно необычной формы. Вот в виде вот такой выполненной, в виде девятиконечной звезды. Это самый неприступный вид земляной пушечной крепости. А вот здесь, на верхней фотографии, это современный вид крепости. То есть все вот эти уголочки, они по сей день еще просматриваются, если фотографировать сверху. Когда строилась наша крепость, на ее пути сносились все здания, которые ей мешали. И вот на пути крепости, вот в этом месте, оказалась церковь. Церковь внесения Господня с пределом Исидора Блаженного. Исидор Блаженный был очень почитаемый святой у нас в городе. И было принято решение, что крепость обойдет церковь стороной. Так вот церковь оказалась внутри крепости. Мы с вами находимся на одном из углов нашей крепости, которая, повторюсь, была построена голландским архитектором Яном Роденбургом в виде девятиконечной звезды. И вот мы сейчас находимся на одном из углов этой звезды. Находимся мы на Большом Валу. Далее был ров, потом Малый Вал, потом ров с водой. А сверху была еще деревянная трехметровая стена. То есть город был практически неприступным. Но по своему назначению наша крепость не прослужила ни дня. Потому что после поляков нападений на Ростов больше не было. И вот только в регулярном плане застройки Екатерины Второй эта крепость была учтена как ограничение делового и бизнес-центра. Аклонный крест. Это у нас, конечно, новодел. Установлен этот крест был в 2015 году в честь тысячелетия князя Владимира Красносолнышка. Согласно преданиям, крестить ростовцев приезжал сам князь в роде Владимир со священником. И крестили ты ростовцев именно в этом месте, в озере Нера. В переводе с финского, а Нера означает тинное, болотистое. И наше озеро непростое, оно у нас как бы с двойным дном. До твердого дна глубина достигает в некоторых местах 20 метров, но в основном метров 12. В ревних времен наше озеро заполняется плодородным илом сапропель. И толщина воды всего лишь метра полтора. И поэтому, имея такой громаднейший водоем, а размер его 52 квадратных километра, мы в озере не купаемся. Это полезно, но это очень неприятно. Если мы видим тут купающегося человека, это может быть только турист. То же самое можно сказать и о рыбаках, которые ловят рыбку именно здесь. Только туристы, потому что местные знают, что здесь клёва нет. Клёв хороший у нас только в устьях рек и ещё в южной стороне озера, где растёт много камышей. А вы говорите неприятно, неприятно как это, какие ощущения? Ощущения – это когда заходишь в воду, погружаешься в этот ил, которого здесь очень и очень много. Твёрдой почвы под ногами нет. Ты постепенно проваливаешься. Ощущение такое, что тебя даже что-то подтягивает. Неприятно, даже страшно. И первое желание – это как можно быстрее всё-таки... Ну, то есть для здоровья нет, там рака кожи не будет от этого ила. Нет, нет, нет. Просто неприятно там находиться. Просто неприятное ощущение. Наоборот, сопропелли – это лечебные грязи. Он у нас просто недоизучен. И это очень хорошее органическое удобрение. И в 60-е годы американцы, прослышав про наш сопропелли, взяли его на анализ. И настолько он им понравился, что несколько лет они вели переговоры с нашими властями, чтобы взять наше озеро в аренду на несколько десятков лет. Но наши власти на это не пошли, а побоявшись нарушить экологический баланс. Всё-таки если за несколько десятков лет забрать весь сопропель, который накапливался тысячи лет, возможно, какие-то необратимые экологические процессы. А может быть, решили, что такая корова нужна самому. И в северной стороне города строится предприятие с одноименным названием «Сопропель». К сожалению, поработало оно у нас совсем недолго, потому что началась перестройка, вся промышленность вставала, сельское хозяйство вставало и встало, и это предприятие. Американцам не дали и сами ничего не сделали. Ну, получается, что так, но мы очень надеемся, что предприятие всё-таки у нас заработает. Ила в озере очень много. Озеро всё-таки нужно очищать. Наш гид посоветовал обедать здесь, в ресторане-собрании на территории Ростовского Кремля. И я обнаружил один лайфхак. Если хотите бесплатно посетить Кремль, приходите на кассу, говорите, мне надо в ресторан. И это такой дает мне ротик, который бесплатный. Ну, вам говорят, конечно, по территории Кремля нельзя, говорят, только сразу в ресторан. Но, я думаю, мне за вами следить не будет. И, кстати, здесь довольно неплохо можно поесть. Это уха. Такие огромные куски рыбы. Даже такой пирог рыбный дает. Вот так вот, гуляя мимо стены Рождественского монастыря, можно наткнуться на такую тропинку, через которую можно пройти к озеру и покататься на катере. С воды у нас видно три монастыря и Кремль, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Монастырь мужской, Спасо-Яковский, это у нас так сокращенно, мы его говорим, а так он Спасо-Яково-Дмитриевский монастырь. Правей Кремля, это монастырь женский, Новодевич и Рождественский, у него название остров, кстати, тоже остров рождественский, название. И еще один монастырь Авраамис, за трубой которой, за красными крышами церковь святых бессеребрянников Косьмы и Доминианны, видите, голубой купол Космо-Доминианск. И вот церковь иногда привозят от вас из Москвы икону Матроны Московскую. Еще известная тем, что у нас есть самая высокая колокольня. В России, наверное, она сейчас уже не самая высокая, в Новгороде есть, по-моему, выше, но она позднее намного построена, а по тем временам была самая высокая. Видите, вот, представьте. Да, да, да. Вот, у вас есть колокольня Ивана Великого, 81 метра в высоту, а эта колокольня 93,7 метра. Да, этот остров раньше был у нас, как бы, этот, зону отдыха, здесь купались, отдыхались. Прямо на острове? Да, кораблик небольшой привозил, увозил где-то. Загой тоже, говорят, нельзя купаться. Ну, это нельзя, я объясню почему. Раньше ходил, съем снаряд, чистил, делал, это как, ил отталкивал от этого, берег весь чистил. Все это проходило, все делалось для людей. А сейчас решили, что табличка с надписью купания запрещена по санитарным нормам, это намного дешевле, чем почистить. Если бы не оно таково мелкое, это озеро, здесь Петр Первый изначально строил бы свой ботик. Здесь впадает 15-17 рек, вытекает только одна векса. По этой реке можно в Волгу выехать. Она сразу же недалеко сливается с Котрослей, а в Ярославле Котрослей с Волгой, и район там называется, Стрелки. И Петр Первый здесь хотел делать, но то, что вот оно мелкое, он посмотрел, говорит, большая грязная лужа, уехал в Пересновку. Поеду потихоньку, знаю, что я их соберу, что ли, от 100 до 500. Сейчас я их соберу в кучу. Волга, смотри, как интересно смотрелось. Да. Все за нами полетят. Иностранцы прямо бежат к такому удовольствию. Даже иностранцы в Ростов приезжают? Ну, с пандемией, второй год нет. Вчера только первый раз катал вьетнамцев. А-а. В основном азиаты, да? Нет. Или европейцы тоже бывают? Англичане, эти. Италии, немцы. Ну, чейки. Кого-то нет. Французы. Прикольно со школы языки вспоминать какие-то там. Какие-то. Заучивать фразы по-английски, чтобы объяснить что-то. Сколько стоит, так. Хорошо, что наши места иностранцам тоже интересны. Медвижин, какие инстинкты? Почему они решили, что надо за нами лететь? Пинтон поднимает мелкую рыбу малька. Пока он не опомнился, куда плыть, и всплывает на поверхность, они его хватают. А-а. Поначалу, первые разы, когда топ-оуфер открылась, они еще не очень. Одна что-то там поняла, что он две начала летать. Потом, они, знаете, друг другу пошептались. Просекли. Да. Вот одна из 17 рек, которые сюда впадают, романисты. А эта церковь у нас бывает открыта один день в году, 19 августа, на Яблоневый Спас. Приображение Господне церковь называется двухъярусная одна. Первый ярус нижний занимает церковь преподобного Сергия Радонежского. Вот эта самая древняя церковь с золочевым куполом, церковь Анны Праведной Зачатия, название ее. В недвераке с мощами лежат Кирилл, Дмитрий Ростовский. Ну, саркофаг. Последний промежуток времени спонсировал строительство графа Шереметьев. И вот как раз эта стена, в последнюю очередь, строилась по кругу с башенками. Она более готический такой стиль, напоминает более современный. Сейчас проедем, увидите. И вот эта вот башня, которая ближе к нам, она как смотровая. На нее можно подняться, посмотреть там сверху. По середке монастыря там стоит источник, такая часовинка. И в ней поставила вода течет, ну, с привкусом железа, очень много железа. Из всех городов Золотого Кольца, Ростов-Великий, наверное, тот город, который легче всего посмотреть за один день. Все достопримечательности находятся вокруг Кремля. И пара исторических домов находится в пределах окружной улицы. Отдельная благодарность нашему гиду Лиде, которая помогла нам углубиться в историю. И также я был приятно удивлен знаниями нашего водителя на катере.